В семье прошла акция мира, посвященная 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Мероприятие было организовано в преддверии Международного дня борьбы с ядерными испытаниями. В акции приняли участие КИМ Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов, члены движения Невады Семей и жители города. 30 лет назад указом Ельбасы Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Это была самая крупная испытательная площадка ядерного оружия в СССР, существовавшая с 1949 года. За 40 лет на полигоне было проведено 468 ядерных испытаний. Последний взрыв прогремел 19 августа 1989 года. Таким образом, на ядерных испытаниях, которые принесли народу бесчисленные страдания в течение многих лет, была поставлена точка, и Казахстан был признан миролюбивым государством. 29 августа в Семее прошла акция мира в память о жертвах ядерных испытаний. 29 августа важная историческая дата. Мы, казахстанцы, очень гордимся вкладом Ельбасы в обеспечение мира и стабильности, его инициативами по процессу прекращения испытаний атомного оружия на всей земле. Восточно-казахстанцы, имеющие отношение к борьбе за построение мира без ядерного оружия и непосредственно знающие последствия испытаний, всегда в первом ряду сторонников инициатив Ельбасы по отказу от ядерного оружия. Даниил Ахметов также отметил, что сегодня на территории полигона ведутся исследования по использованию атомной энергии в мирных целях. В Национальном ядерном центре города Курчатов, который работает на базе закрытого полигона, проводится научная работа совершенно иного характера. Учеными реализуются важные проекты. В ходе проведения акций мира собравшаяся общественность возложила цветы к монументу сильнее смерти. В завершении акций мира участники почтили минутой молчания память погибших в результате взрыва в Байзакском районе Жамбульской области и жертв ядерного полигона. 30-летие закрытия Семипалатинского полигона совпало с 30-летием независимости страны. Сегодня многонациональный народ Казахстана живет по принципу «одна страна – одна судьба». За 30 лет независимости Казахстан превратился в процветающую страну, где царит благополучие, мир и сплоченность, подчеркнул глава области. Продолжив преемственную политику Ельбасы, глава государства Касымжом Артокаев придал важное значение социально-экономическому политико-культурному развитию страны и поставил задачу по дальнейшему улучшению качества жизни населения. Для того, чтобы продолжить созидательное развитие и своевременно выполнять поручения президента и уверенно шагать в будущее, мы должны сохранить наши главные ценности – независимость и единство, потому что ключ к процветанию – мир в обществе. Во время мероприятия было отмечено, что за годы независимости наша страна, отказавшись от ядерного военного потенциала, стала лидером мирового антиядерного движения.